Приближаясь к своему красивому дню рождения, Брест все больше становится многофункциональным городом, в котором есть место и для личностного развития, и для комфортного отдыха. Не последнюю роль в этом процессе играет то, что к благоустройству областного центра активно подключаются представители предприятий города. Одним из таких примеров успешной реализации государственного частного партнерства является проект Брестского чулочного комбината. Территория перед предприятием давно ждала качественной реконструкции. Теперь это полноценная зона отдыха с многочисленными лавочками и фонтаном. Неделю назад вместе с Саушкиным продуктом мы открыли обновленный парк мира. Очень замечательный, хороший парк. Я тогда уже обращал внимание, что при подготовке города к Тысячелесию мы не делаем акценты только на центральную часть города. Важно, чтобы город на всей своей площади был городом комфортного жилья. Вот этот сегодняшний объект, он очень важен для заводского района, в целом для нашего восточного района, нашего города, потому что детишкам радость, эстетика города и дополняет в целом улицу Янки Купалы, которая до недавнего времени воплощала собой депрессивное состояние окраин города. Вот почему мы эту работу будем продолжать. Скажу откровенно тему фонтана. Помимо на улице Советской мы еще проявим еще в одном виде, это на набережной будет очень уникальный водный фонтан. Это делает наш город ярче. Торжественный момент, и вот уже новый фонтан официально пополнит карту зон отдыха для горожан. Таким качественным преобразованием особенно рады люди. Многие горожане, особенно жители ближайших домов, рады, что в их районе есть такая благоустроенная, красивая, многофункциональная площадка. Очень-очень нравится. Спасибо городу за новый фонтан. Ребенок в восторге. Существует интересный, можно приходить иногда сюда для прогулки ребенку, почему нет. Новый фонтан – работа предприятия «Продом» по заказу администрации чулочного комбината. Водная зона – это лишь часть комплексного благоустройства, которое было проведено здесь. Кроме малых архитектурных форм фонтана, теперь зона стала более зеленой. Здесь появились новые кустарники и растения. Одновременно с фонтаном мы поменяли чуть-чуть организацию трафика по площади. Мы открыли пространство, убрали старые, уже умирающие деревья. Теперь видна наша фабрика, фасад, который мы несколько лет назад изменили. А сейчас добавили еще цветные баннеры по сторонам центрального входа. Поэтому нам самим это нравится. Надеюсь, что это понравится и жителям района, и всем тем, кто будет проезжать. Будет видеть, что и производственное знание, и производственная площадка могут быть современными. 6 июня – день русского языка. А еще в историческом календаре – это дата рождения классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина. В Бресте его именем названы несколько учреждений. В качестве подарка областному центру в год тысячелетия, а также в честь 220-й годовщины, со дня рождения поэта в городской библиотеке был торжественно открыт бронзовый бюст с изображением Александра Пушкина. Инициативу удалось реализовать при поддержке консульства России в городе Бресте, представительства Россотрудничества и городского исполнительного комитета. Бесценный, на мой взгляд, подарок – это бюст Александра Сергеевича Пушкина. Наша библиотека с далекого 1945 года носит имя великого поэта. И нам очень приятно, что за 74 года работы по популяризации, поддержке его творчества нас заметили и вот таким образом отметили и оценили. Я надеюсь, что этот подарок понравится не только нам, библиотекарям, но и жителям нашего города, которые посещают и приходят в нашу библиотеку. Во-первых, мы празднуем 220-ю годовщину со дня рождения поэта. Во-вторых, Россотрудничество просто ведет всю работу в культурно-гуманитарной сфере. И, конечно, наше представительство Россотрудничества в Республике Беларусь, Минске, Центр науки и культуры в Бресте, мы не могли остаться от этого в стороне. И очень хорошо, что к нам благотворительный фонд общественной поддержки культуры, который возглавляет Руслан Байрамов, очень положительно отнеслись. Они точно помогли нам в организации этого праздника. Кстати, уже памятник классику русской литературы появится и у стен Брестского государственного университета имени Пушкина, неподалеку от улицы Пушкинской. Макет проходит процедуру утверждения и будет установлен уже осенью. Мы планируем в этом году также подарить городу уже большой бюст, который будет установлен на пересечении Пушкинской улицы и около университета, носящими великого поэта. Будет красивый бюст, который делается сейчас Министерством культуры Российской Федерации.